Отлично. Первый. Какую пользу для души получает чтение, человек от чтения и слушания Слова Божьего? И как преуспеть добре? Ох, ну второй вопрос прям такой комплексный. А с первым все-таки попроще, потому что в первом вопросе нам Господь показывает, что Он общается с нами. Мы должны с Богом общаться. Сейчас Господь рядом с нами должен быть. Когда мы молимся Богу, мы обращаемся к Нему. Однако, если только мы молимся у Господа, чего-то просим, как бы это одностороннее общение. Как, например, если мы с кем-то дружим, и человек просто не может заткнуть свой фонтан, и постоянно только говорит, 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 ему абсолютно не слышь, не важно, что вы считаете, что вы думаете, что вы имеете в виду. И этот человек, конечно, он даже, можно сказать, не нуждается в вас. Ему важно, чтобы просто кто-то был для антуража рядом, и вот те рады выслушали. Поэтому и мы должны не только молиться, а мы должны обязательно читать Священное Писание, потому что это обратная связь с Богом. Господь нам отвечает. Причем эти книги богодухновенные, то есть книги, написанные с, можно сказать так, в соавторстве, с самим Богом, Духом Святым, третьим лицом Святой Троицы, с тем самым Царю Небесным, к которому мы в молитве Царю Небесной обращаемся. В них уже заранее даны ответы на все наши вопросы. Другое дело, что порой ответы такие сложные для исполнения, что мы иногда и в ступор впадаем, там Господь в Евангелии говорит, попросил тебя кто-то рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Да, наоборот, верхнюю одежду, отдай рубашку, конечно. И это сложно исполнить. Но, тем не менее, мы видим ориентир. Если мы не будем иметь ориентира, то мы даже полпути не пройдем. Если мы не будем, находясь в чаще леса, знать хотя бы направление, куда идти, то, может, конечно, у нас не хватит сил выйти из этого леса и окончательно все за один день проделать путь. И придется нам и поголодать, и похолодать, и от волков, может, на деревьях спасаться. Но, тем не менее, может, на второй, на третий день мы дойдем до человеческого жилища и спасемся. Точно так же и Евангелие. Мы берем, его читаем, видим, что там достаточно высокая планка задается. Нам тяжело ее сразу исполнить, но мы в этом направлении идем. Кроме того, как раз исповедь существует, и просто можно подойти вне богослужения к священнику, договориться, побеседовать для того, чтобы батюшка подсказал, как в конкретной вашей реальной ситуации воспользоваться теми или иными евангельскими основаниями. Потому что, собственно, что священник делает? Священник, он ничем не умнее, не мудрее, и даже порой, даже, увы, не благочестивее любого среднестатистического христианина. Но задача священника, можно так сказать, профессиональная задача, профессиональная задача священника – нести слово Божие, слово евангельское людям. И поэтому священник говорит, вот Господь в Евангелии нам говорит так-то, вот у вас такая-то ситуация. И говорит, я вас, поскольку знаю, и уже вы у меня не первый день, по крайней мере, а то и год исповедуетесь, то я понимаю, вам будет пока тяжело, и вы сломаетесь, если вы буквально это исполните. Давайте некоторый компромиссный вариант. Например, рубашку отдайте, а от верхней одежды отдайте только половинку. То есть шарфик снимите, отдайте, а в шапке еще походите. А как вам уже годовую премию дадут, и вы сможете себе новую шапку купить, отдайте прощащему и шапку. Ну, это, понятно, такой одинарный пример. Что касается второго вопроса, о том, как преуспеть, как действительно о добре, о добре, как к нему приблизиться. Господь нам дает уникальный совет, говорит, я – путь, истина и жизнь. То есть если мы становимся похожи на Христа, то мы уже двигаемся к этому добру. Этот путь истинный, мы находим истину, и это становится всей нашей жизнью, которая не заканчивается здесь, в этом бренном теле, которая все равно, увы, умрет рано или поздно, а продолжится в жизни вечной. Поэтому мы должны прежде всего ориентироваться на фигуру Христа, чтобы знать, каков был Христос. Мы читаем Священное Писание. Тут удивительным образом ваши два вопроса переплетаются. Чтобы понять, как Священное Писание претворять в реальную жизнь, мы читаем послания апостольские. Это тоже часть Священного Писания, но в них апостолы, которые проповедовали Евангелие, первым христианам отвечают на их недоумение. Как слова Христа совместить с жизнью? Мы берем и читаем творения святых отцов, и мы уже понимаем некоторое руководство. И тут важен, это пункт номер один. И важен после этого пункт номер два, что после того, как все это мы читаем, понимаем, знаем, или хотя бы имеем представление, важно эти шаги делать. Если мы все знаем правильно, а никак это в нашей жизни Евангелие не притворяется, то добра мы не достигнем. Абсолютное добро — это только Господь. Весь мир лежит во зле. Все равно мы будем допускать какие-то ошибки, но мы не должны сдаваться. Идем, вот у нас есть Евангелие, ориентир, сбились с этого ориентира, взяли чуть-чуть, почитали Евангелие, помолились, Господь исправил, подправили, покаялись на исповеди, что сбились с этого пути к возрастанию добра в нашей душе, исправились. Или, наоборот, все прочитали, сделали, но порой мы можем вести себя, как котик, которому открывают дверь, хотя он там царапается, стучится, а котик вместо того, чтобы заходить, сидит и смотрит. Вот опасно, чтобы мы точно так же ему не подражали, котики милые животные, но здесь они, а извините за выражение, тормозят. И мы, если видим, где добро, то мы не должны себя удерживать. Нам порой кажется, и мир нам диктует, нет, ты сделал добро, тебя никто не поблагодарит, вмешался куда-то, только себе проблем сделал, взял, помог кому-то, тебе кто-то нашу из тел. Конечно, надо подходить с рассудительностью, но все равно не стоит себя в добре ограничивать. Лучше те самые силы ограничительные пустить на ограничение зла и грехов в нашей душе и в наших поступках.